Игорь Дадон У нас основная борьба только начинается. И чем дальше мы будем продвигаться по миллиарду и по аэропорту, и по другим схемам, тем больше будет таких скандальных разоблачений в скобках и давлений на президента. Потому что давление в первую очередь идет на меня. Правительство, которое Дадон создал в союзе с бывшими соратниками Плохотнюка, на грани отставки. Не может Молдова и получить экономическую помощь от Москвы, которая должна была стать главным козырем Дадона на предстоящих президентских выборах. Мне кажется, если говорить о российском кредите, о его сходстве с тем, что предоставлялось Украине в свое время, то надо помнить о том, что, а, естественно, это была попытка России усилить свое влияние, но, как и любой кредит, предоставляемый Российской Федерацией, очень часто это ловушка с двоиным дном. То есть, с одной стороны, это были действительно деньги, которые президент Дадон мог использовать в качестве инструмента для усиления своей президентской кампании. Это деньги, которые должны были зайти в два транша, и первый транш уже весной, а второй транш осенью, накануне выборов, или между первым и вторым туром выборов. И, естественно, это могло усилить позиции Дадона, учитывая, что в бюджете Молдовы довольно серьезная дыра в пределах 800 миллионов, и с какой-то степени можно было использовать это на инфраструктурные проекты, на что-то привлекательное. С другой стороны, двойное дно состоит в том, что, как и в случае с Украиной, если даже президент Дадон проиграл бы на выборах, то его новый президент, которым, возможно, стала бы госпожа Санду, столкнулась бы с ловушкой этого кредита. То есть, кредит надо выплачивать, кредит надо возвращать. А учитывая то, что по условиям кредита он мог разрастаться еще и до обязательств по займам, которые брали частные компании, то это могло бы стать серьезным ударом. То есть, с одной стороны, это поддержка Дадона, с другой стороны, ловушка для того, кто придет после Дадона. Правомерность получения этой помощи была поставлена под сомнение Молдавским конституционным судом. Собственно, именно решение конституционного суда в свое время помогло Дадону стать президентом, когда суд возвратил общенародные выборы главы государства. И тот же суд пытался заблокировать создание коалиции пророссийских и проевропейских сил. После краха режима Плохотнюка новые коалиционные партнеры добились отставки старого состава судей и создали новый, независимый конституционный суд. И вот теперь оказалось, что судьи восприняли свою независимость в буквальном смысле слова, что они и в самом деле независимы от Дадона. И от Путина заодно. Когда конституционный суд отказался идти на поводу президента, и когда он принял достаточно независимое решение, отказав президенту в праве подписывать те договоренности с Россией, которые он хочет, конституционный суд выступил в роли более независимого игрока, одной из трех ветвей власти, и, возможно, тем самым создав прецедент системы сдержек и противовесов в Республике Молдова. То есть конституционный суд, по сути, сегодня вышел из-под контроля президента Дадона, пророссийского президента Дадона, который считал, что он контролирует в Республике Молдова абсолютно все. И тем самым, отказавшись утверждать этот кредит со стороны России, который для президента Дадона крайне важен и который содержит очень много, как минимум, противоречивых положений, тем самым конституционный суд дал начало о такой достаточно серьезной борьбе за власть, которую президент Дадон, скорее всего, проиграет. Но дело, конечно же, не только в самом суде. В Кремле никак не могут понять, что на постсоветском пространстве давно уже прочерчены красные линии, переход через которые означает потерю суверенитета. Одна из таких линий – российские сребреники. «Где наши деньги? На что пошла наша многомиллиардная помощь?» Все прекрасно понимают – Путин дает деньги не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы подчинить. «Мы не веляем хвостом и позицию не меняем. Мы не вели хвостом и так далее». «Российские рубли – такое же оружие Кремля, как российский газ или российский танк». «Говорили про влияние российских танков, самолетов и так далее». Танк уже стоит неподалеку от Кишинева, в Приднестровских Бендерах или Тирасполе. «72 машины или 34-е». Газ давно уже используется для усиления российского влияния в небольшой стране, от которой Москва, к тому же, отхватила часть территории. Остался рубль, и тут уже молдавским элитам пришлось объединяться против своего слишком ретивого президента, вознамерившегося стать российским губернатором. Рубль – это была последняя капля. «Я тебе рубль дал?» «Дал». «За кефиром послал?» «Послал». «Кефира не было?» «Не было». «Деньги». Стоит вспомнить, что такой же оглушительный эффект получения российского кредита имело для предшественника молдавского президента в нелегком деле обслуживания кремлевских интересов, четвертого президента Украины Виктора Януковича. Именно после того, как Янукович, уже отказавшийся от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, договорился с Путиным о помощи, он утратил ту поддержку, которую еще имел в политических и предпринимательских кругах и заставил олигархов примириться с неизбежностью победы Майдана. «Любимый город может спать спокойно и видеть сны и так далее». Потому что губернатор не нужен никому, ни сторонникам цивилизованного пути развития своих стран, ни тем, кто уверен, что Техас должны грабить техасцы, не даже тем, кто хочет хороших отношений с Россией. «Мы всегда готовы». Но не превращение своей страны в российский бантустан. Губернатор нужен только Путину. «Если говорить о возможных кандидатах на выборах, то мы видим, что в республике Молдова палитра довольно широкая. И даже нынешний раскол между Сандой и Нестасой, желание Нестасы отдельно баллотироваться как кандидат в президенты, говорит о том, что условно-демократический пул политиков разделен. И это довольно характерная черта для всех стран молодой демократии, в том числе и Украины. Демократы, однако, имеют свойство объединять свои усилия перед лицом серьезной угрозы. И мне кажется, что если выборы будут проходить прямым голосованием, а не в парламенте, хотя такие идеи тоже озвучивались, если выборы будут проходить в ноябре, и если во второй тур выйдет Санду и Додон, то у Санду есть шансы, во-первых, объединить демократов, включительно с унионистами, включительно с условными новыми демократами, которые называются про Молдову, против Додона. Я предлагаю сейчас подвести краткие итоги нашего сегодняшнего разговора. У меня такой вопрос каждому из участников. Где все-таки через несколько месяцев будет, по их мнению, республика Молдова? Западным будет вектор ее развития или московским, кремлевским? Господин Кулинский. Я опасаюсь развития ситуации по достаточно хаотичному сценарию. Я полагаю, что республика Молдова ждет очень тяжелый период. Дело в том, что победа пророссийских сил в том виде, в котором ее видели в Москве и в том виде, в котором ее видел президент Додон в ноябре прошлого года в Молдове просто невозможна. Ввиду настроения электората, ввиду геополитических обстоятельств и так далее и тому подобное. И сейчас, когда по этой позиции будет неминуемо нанесен очень серьезный удар, большой вопрос, каковы будут действия и президента Додона и Москвы. То есть они могут захотеть пойти ва-банк, и поэтому ситуация может развиваться по достаточно конфронтационному пути в ближайшие несколько месяцев, что может, в принципе, привести к такому, знаете, к ситуации хаоса. Хотя очень надеюсь на то, что президент Додон отступит и отойдет от власти мирно. Господин Гирсимчук. Россия всегда разыгрывает параллельно два сценария, и это касается и Украины, и Республики Молдова. Либо эти государства становятся пророссийскими, либо нужно приложить все усилия для того, чтобы продемонстрировать, что это failed state. И я думаю, что именно эту вилку Россия будет снова использовать. Либо пророссийское государство, либо, если не удается одержать победу, приложить усилия к тому, чтобы государство было признано как failed state и пытаться рулить в условиях хаоса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова